Ура! Создание приемно-карантинного отделения в социально-реабилитационном центре номер два стало очередным доказательством успеха частного государственного партнерства. Из бюджета Министерства социальной политики было выделено 2 миллиона 600 тысяч рублей. Остальные деньги предоставили полевские промышленники, в частности, руководство Северского трубного завода. Здесь очень хороший был пример, когда бизнес-сообщество во главе с Северским трубным заводом, лично Михаил Васильевичем Зуевым, приложило к этому не просто руку, но и сердце. Вот неравнодушно посмотрели, откликнулись и действительно получился хороший результат, достойнейший результат и по значению мебели, и по значению оборудованием соответствующим, специфическим оборудованием, в том числе медицинским. И, естественно, сами ремонтные работы, бюджет области тоже очень серьезно вложился в решение этого вопроса. Поэтому вот такой пример хорошего государственного частного партнерства мы имеем здесь реализован уже и пригодным для тиражирования по всем остальным нашим муниципалитетам. Это отделение будет принимать детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации не только из Полевского городского округа, но и близлежащих территорий. В приемно-карантинном отделении есть возможность забора необходимых медицинских анализов. Здесь можно оказать психологическую помощь доставленному ребенку. Здесь он пройдет период адаптации. Нашим бизнес-сообществом через попечительский совет практически заботимся о всех наших учебных заведениях. Ведем большую системную работу. И в целом в нашем попечительском совете порядка 65 членов. То есть много у нас неравнодушных руководителей, предпринимателей, которые принимают в этих вопросах участие в решении этих проблем. Ну а Северский трубный завод, естественно, в силу своей величины и в силу статуса градообразующего предприятия, естественно, должен быть во всех этих вопросах лидером. Мы понимаем свою роль в этом городе и стараемся всегда прийти на помощь, когда это необходимо. Ситуации, по которым дети могут оказаться без попечения родителей, могут быть разные. По словам специалистов, именно в первое время ребятам нужен особый надзор и квалифицированная помощь. С появлением этого приемного отделения появилась возможность оказать эту помощь своевременно. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.